В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Знак качества Центра образования стал лауреатом педагогического конкурса. Души и рук творений в детской школе искусств номер два открылась новая выставка. В предсезонные старты воспитанники школы Олимпийского резерва «Атом» вернулись в соревнованиях в Саранске. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 февраля в России вырастет размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Повысить его планируют на 5,8%. Таким образом, минимальный размер пособия, его обычно получают неработающие женщины, вырастет до 7493 рублей. А максимальный размер пособия составит 31 282 рубля. С 1 февраля также на 5,8% предполагают повысить единовременное пособие при рождении ребенка до 19 981 рубля. Сейчас размер такого пособия составляет 18 886 рублей. Ежегодно будет расти и пособие по беременности и родам. Проект бюджета фонда «Содстраха» сейчас на обсуждении в Государственной Думе. Он был внесен туда 30 сентября вместе с федеральным бюджетом, бюджетом пенсионного фонда и фонда обязательного медицинского страхования. Самая молодая школа Сарова «Центр образования» стал лауреатом премии «Знак качества» Института системно-деятельностной педагогики Людмилы Петерсон. Кроме этого, учебное заведение победило в фестивале-фестивале, а директоры педагоги школы стали лауреатами международного конкурса педагогического мастерства «Учу-учиться». Подробности далее. Учат математику по-разному. Можно прочитать теорию, решить несколько примеров, понять принцип и продолжать решать до автоматизма. А можно самому сделать какое-то открытие. Подходить к решению задач не шаблонно помогает система, разработанная Людмилой Петерсон. По ее учебникам работает «Центр образования». В этом году коллектив школы получил признание коллег, стал лауреатом премии «Знак качества». Это награда, которую дают участникам инновационно-методической сети «Учусь учиться», созданной в Институте системно-деятельностной педагогики Людмилы Петерсон. Те коллеги, те педагоги, у кого есть опыт преподавания математики по учебникам этого автора, предлагают найти решение для того, чтобы научить людей и детей любить математику, заниматься ею, и не только математику, но и другие науки. На протяжении учебного года на платформах Института «Центр образования» делился своими разработками с коллегами, становился участником творческих лабораторий и сетевых мероприятий. Также частью проекта был конкурс «Учи-учиться». Его лауреатами стали пять педагогов. Каждый педагог представлял, в паре работал, представлял разные номинации. То есть кто-то работал в номинации, как, допустим, я, это вне классное мероприятие, классный час, есть ли герои в наше время системной деятельности, технологии деятельностного метода. Также педагоги показывали, как можно комбинировать уроки английского языка и окружающего мира, проводили открытые уроки для учителей. Работы соровчан заслужили самые высокие оценки жюри, а также победили в рейтинговом голосовании среди всех участников. Опыт, он всегда полезен в любой работе, тем более, когда мы сами учимся, мы все время что-то друг у друга видим, в практике, в заимствовании, делимся опытом. Конечно, были очень интересные работы, и мы даже иногда поражались, как люди творчески подходят к таким процессам, достаточно сложным. Поэтому есть наметки на будущее, в этом году мы также будем участвовать. Эта награда не только сувенир и достижение в копилку школы. Для Центра образования участие в этой площадке – возможность транслировать свой опыт и приобретать новые компетенции, определение перспектив развития. И в первую очередь это идет на пользу детям. Нужно влюбиться в это дело. Если это нравится самому педагогу, он сделает так, что это понравится детям. Если это понравится детям, то учеба будет в радость. И любые сложности будут восприниматься не как проблемы, а как задачи, которые надо решать. Вот как раз решению таких задач разных мы и учимся. Сеть площадок проекта расширяется, у института появляются новые программы. Одна из них – повышение качества математического образования. Центр образования планирует включиться в проект, где одно из условий – непрерывность и преемственность в образовании, начиная от дошкольников и заканчивая старшеклассниками. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В Горавтотрансе сменился директор. Новым руководителем назначен Григорий Маюков. Образование высшее окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Более 20 лет работает в сфере регулярных перевозок. С 2014 года возглавлял ООО «Дивейская транспортная компания». В России разработали ПТД для электросамокатов. Максимальная скорость ограничивается 25 километрами в час, а вес для самокатов, на которых ездят по тротуару, не должен превышать 35 килограммов. Двигаться по проезжей части на средстве индивидуальной мобильности можно с 14 лет, а дети до 7 лет должны передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам и только в сопровождении взрослых. С 3 по 7 ноября во всем мире пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Проверить свои знания на сайте miretna.ru могут все желающие. Диктант включает в себя 30 вопросов, из которых 10 – региональная часть. По итогам участник получит сертификат, который будет доступен для скачивания после прохождения теста. 5 миллиардов рублей вложат в создание Национального центра физики и математики в Сарове. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги направят из федерального бюджета в 2022-2024 годах. Центр строится по поручению президента. Известно, что в нем будут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, лаборатории, IT и конгресс-центры. Также к центру будет относиться и открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ. По планам НЦФН будет построен в 2025 году. Число заболевших в России за сутки вновь побило рекорд с начала пандемии. В понедельник Оперштаб по борьбе с COVID-19 объявил о 34 325 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге, в Подмосковье. Следующими в антирейтинге идут Самарская и Нижегородская области. Портал СтопКоронавирусРФ разместил тепловую карту заболеваемости. По ней видно, в каких регионах РФ ситуация с коронавирусом наиболее напряженная. Также добавили счетчик вакцинации и информация об уровне коллективного иммунитета. По последним доступным данным, полную вакцинацию прошли свыше 47,5 миллионов россиян, около трети населения. Коллективный иммунитет против COVID-19 не выработан. Пока что защищенных 45% и уровень вакцинации недостаточный. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прогнозирует, что зимой заболеваемость будет показывать высокие значения и приведет к большим жертвам, если россияне не станут прививаться активнее. Специалист напомнил, что штамм Дельта, получивший в России наибольшее распространение, более заразен и ассоциируется с высокой летальностью. За минувшие сутки в России выявили 34 325 новых случаев заражения. Из них 715 в Нижегородской области. В Сарове за день заболел еще 31 человек. Из тех, кто госпитализирован, 14 в тяжелой степени, 229 в средней степени тяжести, 13 в легкой. Кроме того, в регионе растет заболеваемость гриппа. Подтвердились еще 4 случая, сообщила главный санитарный врач региона Наталья Кучеренко. Это говорит о том, что грипп пришел в регион и набирает свои обороты. Поэтому прививочная кампания против гриппа и коронавирусной инфекции сейчас как никогда актуальна, сообщила специалист. В связи с ростом заболеваемости главный санитарный врач региона призвала жителей вакцинироваться от коронавируса и гриппа. При этом Наталья Кучеренко напомнила, что между прививками от этих вирусов следует сделать перерыв в месяц. Четыре колеса и автомобильный пылесос похитили из гаража на улице Селкина. Общая сумма ущерба около 50 тысяч рублей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На этом участке дороги 14 октября произошла трагедия. Мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте ДТП, так и не дождавшись помощи. В сводке указано, что 26-летний мужчина не справился с управлением, поскольку не учел интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные условия и двигался со слишком большой скоростью. За минувшую неделю в Сарове произошло еще одно ДТП с пострадавшим и случилось оно на улице Садовой. Здесь водитель автомобиля «Форд» сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП мужчина получил ушиб правого плечевого сустава и после осмотра был отпущен домой. Также в Сарове на прошлой неделе зарегистрировали 8 ДТП с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД выявили 84 административных правонарушения. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В следующем году на портале Госуслуг появится три новых суперсервиса. Во-первых, это безбумажные перевозки пассажиров и грузов. С его помощью можно будет оформить транспортные накладные, путевые листы и разрешение на перевозку грузов. Еще один сервис «Цифровое строительство» позволит получить ряд услуг по объектам капитального строительства на разных этапах. Трудовая миграция – онлайн-сервис по поиску вакансий и прохождению онлайн-собеседований. Кроме этого, появятся и новые возможности у существующих суперсервисов, чтобы они стали удобнее для граждан. К поступлению в ВУЗ онлайн подключат почти 100% государственных высших учебных заведений. Развивая сервис «Трудовые отношения онлайн» запустят электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями. В детской школе искусств номер два открылась выставка «Души и рук творения». В экспозиции представлено около ста работ воспитанников и преподавателей ремесленно-художественного отделения. На открытие выставки побывала наша съемочная группа. Выставку под названием «Души и рук творения» в детской школе искусств номер два открыл творческий коллектив «Задоренко». Веселые народные песни задали тон всему вечеру. На торжественной части всех участников выставки наградили памятными дипломами. Экспозиция состоит почти из ста работ учащихся и преподавателей ремесленно-художественных отделений школы. Творчество ребят представлено в различных техниках. Детская школа искусств номер два славится своим разнообразием отделений. Мы занимаемся и народной вышивкой, и дизайном костюма, одежды и ткани, и резьбой по дереву, и маркетри. То есть вот эти все работы – вышивка, лоскутная техника. То есть все это представлено на этой выставке. С удовольствием можно смотреть и видеть весь путь ребят от первого до пятого класса. Особое место на выставке заняли работа выпускников отделения «Художественная керамика». Свою работу Алина Морозова решила посвятить традициям Испании. Ее декоративное панно состоит из двух взаимосвязанных частей. На одной картине девушка представила кориду, а на другой – танец фламенко. Изначально мы изготавливали на бумаге все это. То есть мы рисовали, наброски делали, дальше уже начинали делать саму работу из глины. Потом зарисовывали на большом листе уже крупную работу и выполняли ее гуашью. Изначально лепим из глины, потом она сушится, ее отправляют на обжиг, а потом уже мы ее покрывали глазурью. Работа гончар Александра Клюжова очень символична. Молодой человек решил посвятить ее тому, чем занимается сам – глине и гончарному искусству. Это гончар в окружении четырех стихий, которые, если вместе объединить, можно получить глину. Смысл этой работы – показать, что все взаимосвязано. Выставка детской школы искусств номер два «Души и рук творения» можно посетить до декабря. Подробная информация по телефону 951-84. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» готовятся к началу сезона. На соревнованиях в Саранске наши спортсмены показали хорошие результаты. Подробности далее. Традиционное осеннее двоеборье в городе Саранск в этом году прошло в нестандартном формате. В прошлые годы спортсмены сначала соревновались в кроссе, а потом догоняли соперников в гонке-преследовании на лжероллерах. В этот раз организаторы поменяли гонки местами. Бежали первую гонку на роллерах, причем роллер выдавали российской фирмы «Эльва». Всем выдавали роллеры и, получается, все были в одинаковых условиях. И на следующий день уже бежали, получается, по результатам роллеров, преследования кроссом. Осенние соревнования в Саранске стали доброй традицией для саровских лыжников. Для воспитанников с шоратом – это один из важнейших стартов перед началом соревновательного сезона. Спортсмены не только борются за медали, но и стараются показать наилучший результат, чтобы понимать уровень подготовки к зимнему сезону. В принципе, неплохие ощущения, потому что, во-первых, конец сбора, и все это на радостях, что вот-вот домой. Ну и плюс еще уже организм привык к беговым нагрузкам, поэтому, в принципе, работалось неплохо и был неплохой результат. Дмитрий Егошин соревновался на Саранской трассе не в первый раз, но это не облегчило ему задачу. Участники бежали на новых роллерах, и к ним нужно было привыкнуть, чтобы на гонке не терять скорость и драгоценные секунды. По словам спортсмена, в кроссовой гонке было легче адаптироваться и рассчитать свои силы. По сравнению с Роской, для меня трасса тяжелая, ну, потяжелее будет кроссом, примерно так же, как у нас дома кроссовый круг. Кроссом мне больше нравится, потому что я, наверное, бегун. Кроссом было полегче. Спортсмены продолжают подготовку к соревновательному сезону. Пока позволяет погода, лыжники тренируются на роллерах, бегают кроссы, отрабатывают технику. Следующие сборы воспитанники с шоуратом проведут уже на снегу в городе Сыктывкар. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостейсеров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!